Всем привет! Меня зовут Мусин Шамиль, и я разработчик учебно-методического контента в физтех-центре. Сейчас мы с вами будем решать задачу М3 из проекта по подготовке к Олимпиадам. Сама задача звучит так. Найти все целочисленные решения уравнения. Косинус от π умноженное 2013 факториал, деленное на 2 в степени х, равно 0. Итак, давайте сразу запишем. Из того, что косинус равен 0, мы можем сказать, что π умножить на 2013 факториал, деленное на 2 в степени х, равняется π на 2 плюс πn. Теперь давайте левую и правую часть разделим на π, а 2 в степени х перенесем направо. Тогда у нас получится, что 2013 факториал равняется 2 в степени х умножить на скобках 1 вторая плюс n. Теперь давайте избавимся от дроби в скобке. Тогда получается, что 2013 факториал равняется 2 в степени х минус 1 в скобках 1 плюс 2n. Заметим, что 1 плюс 2n это нечетное число. Тогда, если мы 2013 факториал представим в виде 2 в степени t умножить на некоторое c, где c также нечетное, то мы можем утверждать, что 2 в степени t равняется 2 в степени х минус 1. Значит, нам на 2013 факториал нужно привести именно к такому виду. 2 в степени t умножить на c, где c нечетное. Итак, давайте начнем. Во-первых, давайте распишем, что такое 2013 факториал. Это единица умножить на 2, умножить на 3 и так далее. Умножить на 2012 и умножить на 2013. Заметим, что нам какой именно будет c совсем не важно. Нам важна лишь степень двойки. Значит, мы можем единичку, тройку и так далее до 2013. Все нечетные числа не рассматривать, они нам не нужны. Нам нужно выяснить лишь, сколько будет двоек. Поэтому давайте перепишем все именно нужные нам числа. Это 2 умножить на 4, умножить на 6 и так далее, умножить на 2012. Теперь давайте сделаем следующее. У каждого множителя мы вынесем двойку. Тогда что у нас получится? У нас получится, что 2 в степени 1006, а именно столько множителей здесь. А в скобках останется единица умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4 и так далее, до умножить на 1006. Или мы можем записать по-другому, как 2 в степени 1006 умножить на 1006 факториал. Итак, мы выявили, что у нас уже есть 2 в степени 1006. То есть это еще не 2 в степени t, но это одно из его множителей. Итак, давайте продолжим дальше. 1006 также распишем, как единица умножить на 2, умножить на 3 и так далее, до умножить на 1006. И опять уберем все ненужные нам числа, то есть 1, 3 и так далее, все нечетные. У нас останется 2 умножить на 4, умножить на 6 и так далее, до умножить на 1006. И поступим совершенно так же. Вынесем из каждого множителя двойку. И получится 2 в степени 503, а в скобках 1 умножить на 2, умножить на 3, умножить на 4 и умножить на 503. И все это равно 2 в степени 503 умножить на 503 факториал. Итак, дальше мы поступаем так же, как и с 1006 и 2013. То есть 503 факториал раскладываем на множители. И тогда, в конце концов, у нас получится, что мы сможем вывести 2 в степени t. Как именно? Это будет 2 в степени 1006 умножить на 2 в степени 503 умножить на 2 в степени 251. умножить на 2 в степени 125 умножить на 2 в степени 62 умножить на 2 в степени 31 умножить на 2 в степени 15 умножить на 2 в степени 7 умножить на 2 в степени 3 и просто умножить на 2. Тем самым мы получили наше 2 в степени t, ну или как по-другому, 2 в степени 2004. Ну, 2004 получил сложение м26, 503 и так далее до 1. Итак, мы получили, что 2013 факториал у нас раскладывается как 2 в степени 2004 умножить на некоторое c, где c нечетное. Все нечетные числа мы откладывали, и вот как раз их перемножение есть c. То есть тогда мы можем сказать, что x минус 1 равняется 2004, а x сам равен 2005. То есть мы нашли искомы x. Вот, и вся задача решена. Всем спасибо за внимание. Мы также рады пригласить вас принять участие в заочной физико-математической олимпиаде МФТИ на платформе abitu.net.